2020 год я до этого снимала видеообращение о отношении с женар ахметовой и многие мои соотечественники отреагировали на это негативно и обвинили меня в том что я сотрудничаю или сговоре с кнбш никими с нашими местными властями но на самом деле это не так и я сейчас на данный момент хочу снять в каких при каких условиях я в городе в киеве оказалось где я живу с кем живу я буду снимать комнаты не комментирую молча так как потому что есть другие жители постараюсь снять соседней комнаты потому что там тоже люди люди живут в общем давайте попробуем ты тот моё койко место где я сплю получается но меня хотят перекинуть в другую комнату это вот здесь тоже двухъярусным тут получается рабочие спят вот такая вот шкафчик а это тут администратор наш отдыхает давайте сейчас попробуем другую комнату эти остатки а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Алкоголики, наркоманы, уголовники. То есть к нам каждый раз приезжают полицейские, чтобы наводить рейды. Условия полностью антисанитарные. То есть невозможно там нормально находиться, присутствовать. Питаться даже, я уже не говорю про питание. Чтобы принять душ. Тараканы. То есть недавно были... Травили таракан. И украли телефон у того человека, который потравил нам весь этот таракан. То есть каждый день мордобойство там. Ножом кидаются. Такие вот... И если честно, я даже боюсь, что у меня что-то украдут. И со мной даже что-то сделают. Извините за выражение, что даже изнасилуют. Благо то, что администратор поняла то, что я не местная. И взяла именно к себе под свое попечение, чтобы со мной что-то не случилось. Чтобы у меня что-то не украли, не обидели меня. Спасибо ей, конечно, за это. Просто я пользуюсь случаем. Хочу обратиться к Мухтару Капуловичу. И некоторым активистам, которые сказали, что я продалась КНБшникам. Которые утверждали. Мы писали вам, Мухтар Капулович, в личку, если вы помните. Помните, потому что мы знаем, что вы прочитали это сообщение. Но почему-то ответа не последовало. И то, что интересно, вы предпочитаете рассматривать вопрос только в одностороннем порядке. То есть вы не учитываете наше мнение. Вы только прислушиваете к Жанаре Ахметове. То есть вы сейчас пишите в комментариях, что мне были проплачены все мои условия проживания после увольнения. Что была оплачена моя квартира. Что были выданы зарплаты. На самом деле это не так. Хозяин квартиры оказался очень адекватным человеком. Таким доброжелательным. Он понял, дал мне срок. То есть я после истечения срока, еще несколько, примерно две недели, я еще у него пожила в этой квартире. И бывало дни, да, то, что я голодала несколько дней, неделями. То есть, чтобы спросить присущую мне мою зарплату, я должна была каждый раз идти, унижаться, признаваться, какая я ничтожная. Признавать свои ошибки. То есть с первых дней мое присутствие в Киеве, это просто ад. И я уверена, навряд ли вы захотите, чтобы ваши дети оказались в таких условиях. Я знаю, что у вас много детей, просто я тоже часть того народа, которое приехало сюда, хотела внести в лепту, не оставаться в сторонке. И я просто на данный момент в таком отчаянном состоянии, потому что в действительности человеческая судьба это не игра. Это не игрушки. Даже то, как с нами сейчас поступили, это даже не поступает с собаками. У меня просто сейчас слов нет, конечно же, потому что мы сейчас без средств, без документов. Мы не уверены на завтрашний день, что нам делать, как нам быть, ехать в страну обратно или нет. Или если ехать в другую страну, то нам нужно, конечно же, решать вопросы с документами, как быть. Если бы вы хоть ответили на это, на наше сообщение, хоть был бы какой-то отклик с вашей стороны, понимание какое-то. Вы слушаете только со мной, вы не прислушивались, вы не отвечали, вы просто игнорировали наше обращение к вам. Если бы был отклик с вашей стороны, то я навряд ли сделала бы данное видеообращение и не получала бы плевок в свой адрес. Я хочу обратиться к своему народу, который также обвиняет нас в том, что мы продали, что мы ведем такую клевету против Жанары Ахметовой. То, что на самом деле это не так. Конечно же, это же ваше право. Мы тоже свято верили, мы свято верили в это движение, то, что это честное движение. Может, она и в действительности так. Эта идея очень хорошая, потому что актуальная. То, что ДВК преподносит для народа, это очень актуальная тема. И нам это все понравилось. Если бы у нас не было бы любви к своей родине, если бы не было бы чувства хоть какого-то капли патриотизма, мы бы здесь не оказались бы в Киеве. У меня есть свой дом в Казахстане, у меня был свой бизнес. Я все это бросила. Не ради своей прихоти, а вот в действительности я хотела внести свою лепту. И, ну, рядом с Жанарой Ахметовой это просто невозможно находиться. Те условия, которые она создает, это невозможные. Нормальный человек, который себя уважает, с ней рядом долго не задерживается. И я удивляюсь Махтару Кабуловичу, у которого развита аналитический склад ума, у которого был опыт ведения своего бизнеса. Он игнорирует такие вот очевидные тревожные сигналы. То, что рядом с Жанарой Ахметовой никто долго не задерживается. То, что в ее команде большая, огромная текучка. Вот нам сейчас, вот в действительности, мы сейчас в Киеве. Вот я сейчас просто, я отдельно живу в этом хостеле, а рядом со мной, которая работала, она в другом хостеле живет. И у нее сейчас давление. Каждый раз, она даже элементарно по состоянию своего здоровья, она не смогла сделать видеообращение. Потому что тоже мы, у нас вот то, что мы сейчас вот плачем, то, что вот в таком отчаянии, это у нас естественное явление уже со дня приезда в Киев. Это у нас уже нормальное явление, нормальное состояние. То есть мы уже на большее не рассчитываем. Продолжение следует...